Продолжение следует... Это такой некий постусторонний космический объект, в котором идея византийского государства укорена, закреплена и заморожена. И он себя воспроизводит автоматически. Таких эгрегоров достаточно много. Например, часто говорят об эгрегоре наших экономических, то есть товарно-денежных отношений, как о левиафане. Если вспомним круг Сергея и Елены Борисовны Переслегиных, то тогда мы вспомним, что Наталья Лукомникова, у них иногда называют левиафанчиком. Наталья Лукомникова – это директор Института активного сознания и психонетики, то есть ее функции входят в сбор денег за занятия в большем счете. Левиафанчиком. Поэтому такой эгрегор называют левиафаном. Точно так же можно сказать и о другом понятии, которого смело пользуются слишком поэтически одаренные натуры. Они говорят о горе. Когда у нас есть административный некоторый объект, ему соответствует, как они говорят, информационный объект, которого называют часто горемом. Он реализован на людях, но он, безусловно, от них каким-то образом отличается. Он обладает собственной волей, он обладает собственной властью. Очень часто даже за этим наблюдают, что есть определенного рода мистические совпадения. Ну, например, стоит провести конференцию о том, что неплохо было бы создать новое общество, в котором не будет товарно-движных отношений. Но тут же кто-то потеряет кошелек, у кого-то заблокируют пластиковую карточку. Произдут всевозможные другие чудеса. Такое ощущение, что ты с этими информационными объектами можешь домодействовать. И они могут тебе мстить, с тобой разговаривать, что-либо еще. Но, безусловно, мы все знаем Григора Византии, который, безусловно, окопался на российских просторах и ведет себя совершенно непраничным образом. Совершенно ужасно. Вот. Как их можно понять? Вот, на самом деле, была нам приложена концепция, которая стоит на очень интересном развлечении, о которой я раньше не замечал. Но, на самом деле, когда мы посмотрим на пространственный объект, мы убедимся, что, например, кристалл, он обладает некой элементарной структурой, и это структура ячейка-кристалл. Из этого кристалла можно высечь статую Зевса. Из него можно налепить забавных ежиков, что-либо еще. Они будут распределены по странству. Но его структура, то есть некая элементарная ячейка, равная вот именно, ну, как-то это, какой-то там угодно у нас кристалл, она будет элементарной. Мы в этом смысле. Оказывается, что в пространстве можем разместить пространственные размеры объекта и пространственные размеры его структуры. Нам хочется посмотреть внимательнее на эту ситуацию с точки зрения времени. И мы тоже пытаемся приписать и времени ровно такое распределение на структуру и на его временное протяжение. Например, мы живем в среднем лет 70. Но, тем не менее, можно считать, что есть некая напрямую нам недавняя структура во времени, которую стоит назвать темпорально. Если мы обычное время назовем хрональным, то есть то, что прямо с нами сейчас происходит. Интересно, что пространство живет, что физика живет в исключительно хрональном времени. Для него каждый объект – это его координаты плюс первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые производные этой координаты даны в этой точке. Вот физика так живет. В этом ее успех, с другой стороны, ее полная неудача, поскольку по той причине, что она никогда не могла и не может описать специфику живого как живого. Точно здесь мы можем посмотреть на эту ситуацию. Во времени мы можем различить структуру от протяженности объекта, от длительности объекта. Объект длится, но это не означает, что что-то происходит с его структурой. Александром Балдачевым было введено представление о том, что живые объекты – это такие объекты, структуры, которые носят чисто темпоральный характер. Вот она такая темпоральная, она большая, протяженная. Понятно, что конкретно взятый человек, конкретно взятая бактерия или что-либо еще является отражением в данный момент точки, то есть в хрональной точке зрения, вот этого длинного протяженного объекта. Было, кроме того, замечено интересное обстоятельство, что существует архия темпоральных объектов. Что чем меньше у объекта темпоральность, тем ниже, ну вот эта темпоральная структура, короче, да, тем ниже он стоит на архии темпоральных объектов. Мы знаем, что последние 200 лет в голове у многих людей произошел необратимый проворот. Раньше никто не предполагал, существуют бактерии, существуют вирусы, большое количество невидимых глаз у живых существ. Теперь мы о них знаем, и это естественно. Теперь стоит посмотреть, а нет ли более крупных живых существ, таких существ, которые ни в каком пространственном времени вместе не находятся, но вместо этого они живут. Где же они живут? А они живут в этом темпоральном развернутом пространстве, вот этой точке развернутой, о которой нам говорит Александр Бабалдачук. То есть эгрегор это некий объект более высокого темпорального уровня, чем мы сами, то есть чем люди, которые живут вот в этой развернутости мира. Мы тоже живем вот в этой развернутости, в темпоральной развернутости мира. Таким образом я сегодня постоянно повторяю это слово, этот темпоральный объект. Ни в коем случае нельзя, вот это как раз для Александра, это неуточное, скорее, употребление терминов, но умены феномен. Почему? Потому что они слишком сильно отсылают карту. Они отсылают больше никому, а карту это не имеет никакого отношения. Поэтому, как говорят, что экономика это на уме. Да нет, есть вот этот самый Левиафан, эгрегор экономических отношений товарных денежных, вот он и живет. Он реально живет, он обладает реальной жизнью и явным бытием. Потому что мы его поймать-поймать не можем, мы можем его только мыслить, потому что его типорально слишком велика по сравнению с нами. Поэтому, вслед за Александром, хочется заметить ту забавную позицию, что жизнь не только простирается от объекта, которые бывают очень маленькие, которые мы недавно открыли, и очень большие, типа звезды и козер, которых мы тоже недавно открыли. У нас есть и архия, и еще объектов, вот и лежат в точку, в темпоральности. То есть, у нас оказывается таким образом эгрегор, о котором постоянно говорят социологи, они только об этом и говорят. И они, не как он обладает объектом, хотя я их спрашиваю, что это такое? Тут они смущенно замолкают тут же. Он, оказывается, получает определенного рода обоснования, он действительно живой, по-настоящему живой, в ином, в постоянном, абсолютно, в смысле этого слова, как темпорально распределенный объект. Не как кристалл, а как темпорально распределенный объект. То есть, который, в данный момент, как мы смотрим на одну точку, он раздвигается, и в нем располагается вот такой темпоральный объект. То есть, он живет в протяженности времени, весь объект, целиком. Это очень важно понимать. Это замечательный результат, на который я хотел бы заострить внимание. Слава мне, в каждой точке, в каждый момент хронального времени мы живем в неком объеме взаимоотношений с окружающими средствами. Ну, как бы да. В таком временном объеме, да. Вот этот временной объем, у меня есть как бы один парад. Временной объем или объем взаимоотношений? Правил? Нет. Точнее так, что он реализован, этот эгрейбер, эта правильная система, реализован на событиях, на множестве событий хрональных. То есть, в каждой событии одно хрональное? Нет, нет, нет. События, ну, события хрональные. Это множество, составляется... Некий объект. Ну, скажем так, вот, если взять ту же экономику. У нас есть миллионы, миллионы событий, производства и потребления. Да. Все они, они... Не все они, а едины. Одним, грубо говоря, ну, не важно. Да. Одним единым правилам. Ну, например. Или множеством правил. Они связаны между сатами. Они связаны в единый организм. Да. Единый организм. Да. Единый организм. Да. Единый организм. Мы могли бы сказать, что мы возьмем эту совокупность и назовем экономикой. Это традиционное. Я понимаю. Да. А здесь другой вариант. У нас есть некий объект, который реализуется в этих событиях. И почему это событие... То есть, он является таким не потому, что эти события происходят, а эти события потому, что они вписаны в этот объект. То есть, вы хотите сказать, что существует эгрегор? Да. Ну, нет, не так. Что не мы создаем своим хрональным существованием эгрегор, а эгрегор уже существует. Живот знания. Существует. Живот знания. Существует. Уже до. Да. И реализует свои в нас. Да. Здесь очень хорошая аналогия с разумом. Скажем, есть эгрегор разум, допустим. Он существовал уже на биологическом уровне. Но он был реализован на множестве биологических событий на популяции. То есть, нельзя было приписать разум одной особи. Нельзя было. А события, скажем, эволюционное событие появления, скажем, новой системы органительной, это, по сути, разумное событие. Это некое разумное творение. Так вот, этот разум, реализованный на множестве биологических событий... Длиной лет так миллион. Лет миллион, да? Вот. Он периодически, вот как мы мыслим и делаем какое-то открытие. Он тоже мыслил, но он был распределен. Так вот, с эволюцией хрональные промежутки этого эгрегора сокращались, и в какой-то момент он был вписан в жизнь хрональную одного организма. И реализован на клеточках уже не на популяции. То есть, скажем так, сложность нашего мозга адекватна сложности популяции на протяжении миллиона лет. Это было сжато. И он также остается темпоральным, но хрональным уже в рамке жизни одной особи. И мы говорим, что этот особь уже разумный. Раньше мы разумный называли популяцию, сейчас разумный. Но поскольку популяция это вот нечто такое размазанное по времени нигде, мы не приписываем никому разуму. То есть, эти эгрегоры действительно существуют, развиваются, и достигнув некоторого уровня, локализуются в пространственных объектах. Ну, да. На, на, локализуются в пространственных объектах. А это очень интересно посмотреть, вот этот пророк или гений типа того, что это тот, который человек, и существо, которое воплощается в этот эгрегор в пространственную локализацию. Да. То есть, любая идея, какая-то культурная, научная, она существует не в голове человека. Ну, она реализуется. Она реализуется. С помощью этого человека. Не обязательно. Она реализуется на множестве событий. Нет, здесь очень важно понимать, что я так как раз с Александром здесь не согласен, что не любая идея, не любая идея, так как у тебя любое скопление вот этих белков, аминокислот, это не обязательно живое существо, здесь тоже не любая идея. То есть, есть живых, то есть, можно сказать о эгрегоре как организме, да, я скажу так, любая идея является темпоральным объектом. Тепоральный объект – это объект, определенный во времени сложностью. Он может быть, то есть, как кристалл имеет сложность, так и это только в пространстве. А любая идея – это распределенная во времени сложность. Она может быть неживой, да. Она может быть просто фиксированной какой-то, стабильной. Здесь уже идет разница в иерархии темпоральных систем, ведь иерархия темпоральных систем это процесс, действие, деятельность и творящая система. Так вот, деятельность, вот это живая система. Так вот, живая система может быть реализована, не всякая идея, есть деятельность. А творящая система, это уже разумная система. Григорий может быть неразумной, почему? Может быть, да, это может быть живой. Помните, у всех этих лекций, которые были этому посвящены, я очень любил вспоминать Борхиса, что к ним пришли боги, и тут вы убедились, что эти боги, вполне возможно, они тупые, не могут говорить. Тогда мы каждый взяли по весь револьверу и с удовольствием поистрелили богов. Так же ты можешь привиться и эгрегор, то есть этот бог, в силе, слабе, власти, но он не обязательно разумен, он безусловно силен, но не обязательно разумен. Он даже, может быть, не умеет говорить. Критерии разумности. Вот эгрегор все-таки закон внешний какой для электрона, электрон не знает, что с ним происходит. Эгрегор получается не закон, не закон. А именно живое существо, вот такая неправильная структура. Благодаря Александру мы тебя понимаем, мы про этот эгрегор четко поговорили, мы начали, если вспомнить, за как построили философию религии на этом деле, на всех таких вещах. Да, в религии хорошо. Да, это было сильно вообще, в конце концов. Потом я говорил, со столкнувшись как о русской йоге и во всем прочем и таких вещах. Но чего мы благодаря Александру теперь это понимаем? Мы нашли место, где он живет. В темпоральном мире? Да, в темпоральном мире. Но это довольно просто. Довольно просто. То есть, скажем, во-первых, темпоральный мир — это вот, он. Если мы берем субъекта сейчас... Это точка темпорального мира или доставки? Не точка. Дело в том, что мы свою действительность видим равной по темпоральности себе. То есть мы живем... Если рисовать... Вот раньше мы рисовали ось и точку, вот мы здесь, то сейчас стоит рисовать так. Вот ось по времени. Вот. Вот. И вот так. Да. Пакет. Пакет. То есть мы... Это вот это. Все, что по темпоральности попадает вот в этот отрезок, это вот все вещи пространственные. А чем определяется отрезок? Наша темпоральность, наши сложности. Ну как бы по шагу-шагу чеки, я бы сказал. То есть даже если вот просто вот сейчас мы сразу видим огромное количество вещей. Да. А теперь раньше у нас же... Там стоит вопрос. А как это мы это видим? Почему? У нас непосредственное сканирование вот так вот идет, а мы сразу... Значит, наше сейчас неточечное. Наше сейчас неточечное. Плюс у разных людей это сейчас бывает разное. Плюс есть возможность в это сейчас вместить столько много. Бывают психологические ситуации, когда человек успевает сделать просто и неимоверное что-то, или замедляется время. Это идет... В процессе говорят, вся жизнь пролетает. Секунду. Она все равно пролетает. В хронологическом порядке. Нет. Но неизвестно. Нет, нет. Скажем, в стрессовой ситуации человек успевает сделать столько, сколько он не может просто в принципе... Но все равно в хронологическом последовательстве. Неизвестно, как это так говорят. Я не могу одновременно одной и другой рукой и резать, и вилкой колоть, и ручкой писать. Как всегда Александр начинает неудачные племени. Ну, может быть, да. Я совершенно понимаю, что в конкретный момент времени, в точке хронологической, я воспринимаю действительность согласно тому, тем способностям, которые у меня развили. в течение жизни. То есть я одновременно вижу, вижу цвет, вижу фактуру, чувствую температуру, чувствую тактивность. То есть вот это вот множество того, что я воспринимаю, это вот есть тот темпоральный мир, который я воспринимаю в каждой хронологической моменте. Это твой субъект, это наше субъект. Да. А есть еще вне. Ну, я сейчас, конечно... Нет, все равно вне. То есть я одновременно, одновременно. Еще я воспринимаю правила мира, в котором я живу. Я понимаю, что экономический доллар стоит столько, что он меняется по такому закону, и это все в единый момент. Что он политизм. Да, я понимаю, что ты видишь. Я говорю, в момент хронологического времени. Представляю тебя, ты кристалл. В момент хронологического времени. Кристалл, у тебя очень сложная структура, но она пространственная. С чем я ее поздравляю? Ты пора не себя мастер. Самое главное нужно представить. Мы представляем либо мир вот в виде плоского блина, пространственная, который лишь двигается по оси времени. Вот современная физика, научная картина вот так представляет. Да, у тебя в этом время твои зубы, мне там куча зубы. Вот. Если мы начинаем говорить, что мир – это вот такой вот, то есть то, и в каждый момент времени есть всего лишь какой-то пространственный стресс, то это как во времени. То есть мы скажем, мы не можем сказать, вот посмотреть сюда, 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 сюда в этом времени. Нам дано все-таки какое-то пространственное средство. Но мир-то живет вот тут. И когда человек… Как связано хронологическое время с темпоральным? Вообще, я бы не сказал, что темпоральное время имеет говорить смысл. Темпоральность – это сложность в хронологическом… Ну как? Это не время. Это структура, размещенная во времени. Структура, размещенная во времени. Ну скажем так… Труктура у нас… Это в любом аспекте структура. Хорошо. То есть хронологическое время входит в понятие темпоральности? Нет. В каком-то смысле входит? Ну они связаны. Они связаны. Но я об этом не хочу. Я хочу понять, каким образом хронологическое время связано с темпоральностью. Но тем, что ты живешь в хронологическом мире двигается, а ты сам целиком это хотела. Хронологическое время появляется, когда ты, субъект, начинаешь выделять объекты. Вот ты их выделяешь хронологически, никак иначе ты не можешь. Почему хронологически? Я в данный момент времени я выделяю… Это хронологический момент. Ну, я понимаю, но этот хронологический момент я выделяю всем своим существом, все окружающее, меня. В этой есть препараты, то есть той сложности, которую я приобрел в течение хронологического времени? Твои габариты от хронального времени… А хронального времени нет. Ну, я родился, грубо говоря, там, не знаю, там, сорок лет назад. Вот на сорок лет я приобрел определенную сложность. Нет, ну, уже бы со сложностью родился. Ну, да. Биологическое сложность. Изначально у меня был, так сказать, эволюция вложила в меня в начальник. Ну, биологическое слово, то есть это да-да, плюс прибавляется еще… И добавляется… Но ты жил, жил, Слиг со собой очень холочей. А потом теряешь. А потом умеет. Я понимаю, что вот… Я в хронологическом времени воспринимаю окружающее вот при помощи вот всей вот этой вот… Сложности темпоральной своей. То есть сложности, которую я приобрел и которая у меня была изначально у меня вложена. Это я понимаю. То есть, той сложности, которой ты обладаешь, темпоральной, ты как раз и вычерняешь из мира то, что ты можешь увидеть. То есть, по сути, мир равен твоей сложности, потому что то, что ты… Да, то, что я не могу, то, что меня нет. И нет. А как хронально? Ну, вот здесь самое сложное. Ну, это и есть хрональность. Я в каждый момент хронального… Времене нет. Обладать, что параллельность. Обладать, что параллельность… Почему он называется параллельность? Может было назвать каким-то другим словом. Мне честно говоря, что… Не, нормальное слово. Нормальное. Еще кто-нибудь, может, хочет сказать, помимо его общего непонимания этой ситуации? Высказать. Просто… Можно себе начаться… Не, просто с факта состоит в том, что Игры Горжи и… Вот про Игры Горгорода это тоже живой организм? Да, да, да. Живой существовал. Вот это странно. Реально живой существовал. Живой в Петербурге. И мы реализуем его своими… Да, в Петербурге живут 6 миллионов человек, а еще Огрегор до Петербурга, а еще много всяких других тварей. И ты их можешь вечером встретить логически на улицах. В принципе, в определенных условиях они могут получить свою пространственную структуру. Да, да. Они могут получить… Ну, вообще-то город и есть какой-то пространственный? Нет. Ну, у него есть история, конечно. Пространственная структура фиксированная, реализованная-то, не знаю… А не получается то, что в пространстве упакована вот ваша темпоральность как-то? Не упакована. Ну, а то, что не упаковано пространственно… Ну, смотрите, город как-то же развивался, у него была история. Это то же самое, что у человека… Как бабочка развивалась с гусеницей. Та же самая история. А как у человека, темпоральная эта штука, она развивалась совершенно не так и жила своей жизнью, и живет своей жизнью. Не, ну, понятно, что в нашем городе, допустим, время текло по-разному, да? Ну, в относительном смысле. Как бы не с точки зрения физики. А раньше там ездили на лошадях, да, там, телефонов не было. Да, все о гусеницах, я бабочках. Ты там все это разговор о гусеницах, я бабочках. А вот если говорить… Не, ну, я же не хочу просто про мистику говорить. У тебя получается, что опять все равно все свелось к мистике. Да не свелось к мистика. Ну, чел, если опять же не… Ну, прошу прощения, вирусы, бактерии, всякие остальные штуки – это мистика, а не мистика? Вирусы – это мистика. Ты игра группы тащишься. Кстати, я не приводил пример, очень хороший с вирусом. Вирус живой или нет? Непонятно. А вот темпоральная концепция очень понятная. А к которому, кстати? Ну, я бы сказал, живой, конечно, но я там считаю про себя. Да. Значит, это недолокализованный темпоральный объект. То есть, как цепочка событий, как цепочка событий, но он не представлен в каждый момент времени. То есть, если мы берем недолокализованный… Я согласен, да, очень похоже. Смотрите. Недолокализованный. То есть, клетка – это локализованный… Хороший, красивый результат. Опять вот еще один член, я вот его подчеркиваю. Клетка – локализованный живой объект. Это тебе имеет вопрос. Город очень похож на миру. Да. То есть, скажем, у нас был эгрегор-жизнь до того, как появилась первая клетка. Он был реализован на куче автокаталитических процессах. Они начинали, заканчивались, пересекались там все. Ну вот, если посмотрели в лужу, смотрим, там какие-то химические процессы идут. Но локально мы смотрим, не в жизни. Если бы мы смотрели, проанализировали… А через миллиарды лет посмотрели… На миллиарды лет мы бы заметили там какие-то закономерности. Но постепенно хронально это все сокращалось, усложнялось, и в какой-то момент локализовалось в виде клетки. А вирус – это недолокализованный какой-то момент, когда в каких-то моментах он уже локализован в пространстве, в виде молекул. Весь процесс антогенеза у него жизненный, но он не сконцентрирован в одних… ну, в меморане, в одной пространстве. Нет. Понятно, с другой стороны, как образовался город. Приехал один человек, второй, третий, пятый. Они начали строить взаимоотношения между собой. Появился взаимоотношение. А дальше… Правила сосуществовали. Скорее следует говорить о том, как этот город взаимодействовал с другими городами. Потому что все-таки город – это не уровень людей. А на самом деле… Это не уровень людей. А потом он уже начал взаимодействовать с другими городами, как он начал расти. Нет, но есть же уровни, правильно? Город взаимодействует с другими городами. Он как-то расположен в пространстве. Не граби. У нас получается из-за того, что несколько… Если несколько человек поселятся в одном месте и проживут там, скажем, будет миллион человек, они проживут, совершенно не обязательно что там вас познают, появится то, что называется гребетом города. Что вот это… Могмази живое существо у вас здесь не обязательно будет. Я очень верю в ту ситуацию, когда говорят о духе и их места, да? Что берут в коробочке, там еще ланочки или в этом судачке. Я же говорю про мистику. Я же про мистику и сказал, что у Игоря все равно мистика. Это не мистика. Хорошо, почему? Взяли по коробочке, перевезли и Грегор и насадили. Ну что это такое? Это и есть мистика. Он еще про ангелов и демонов не говорил. У него тоже такая тема есть. И тоже с Грегорами связано. Дело в том, что, скажем… Почему не образуется и Грегорами, если миллион человек живет? Ну вот, необязательно. Почему? Почему? Потому что это более сложный объект, чем люди. Тогда бы они просто не жили вместе. Не знаю. Может быть, если концлагерь в ГУЛАГе был, миллион человек жили. И что, там не образовался и Грегорами в концлагере? Я не знаю, не обховывал. Потому что, конечно, есть поток событий. То есть, любое сообщество или что-то, любая данность, которая перед нами есть, поток событий. И будут они структурированы, этот поток событий, или не будут структурированы, это зависит от многих причин. То есть, как, скажем, то же самое футбольная команда. Одни и те же люди бегают, и те бегают, но под них есть над какой-то объект. И они тогда не нравятся команды, а другие не являются команды. И вот эта команда, это темпоральный объект, потому что, если бы проанализируем все положения, мы там это не увидим. Влад, а где ты видишь мистику в разговорах ангелов и демонов? Это же очень просто. Ангелы, это, грубо говоря, Грегор моей деревни, а демон, это Грегор деревни чужой. А они наоборот, а демоны разумеются. Они наоборот. Это известный факт, что у одного народа кошка была, в тотемном животном. У другого собака. У соседнего. Они уже с собой враждовали по понятным причинам. А потом кошки и собаки начали враждовать, да? Да, что у различных индоеверекресских по имену, у них асовы демоны, у них это было двух соседних. У них и индо больше, а другие больше иранских. Ну вот у них разделена такая штука. Здесь нет никакой мистики. Никакой мистики в этом подходе нет. Ты придаешь Грегору чуть-чуть не физический смысл. Да. Я вот здесь учусь. Я бы предположил, что это просто набор неких правил. Вот нет. Это в том числе стоит. Вот у нас какой-то промежуток хрональный есть, да? И происходит множество событий. Множество событий каких-то. Элементарных событий. Кто-то пошел в магазин, кто-то пивец трубляет, кто-то на заводе что-то делает. Каждое из этих событий, оно определялось каким-то необходимостью, каким-то взаимоотношением. Это не важно. Это и есть как раз. Из этих вот событий хрональных образуются некие общие правила для всего хронального периода. Нет, наоборот. И они становятся общими для всех. Нет, наоборот. Вот эти события... Как может возникнуть правило, если нет носителя? Сначала было правило. А носители этого правила кто? События. Не было события. Не было события. Дело в том, что... Если не было человека, откуда взялось у них правило? Скажем так, значит, если мы рассматриваем доэкономический этап развития... Когда мы рассматриваем вселенную с самого начала развития. Нет, нет, нет. Так, оно и есть. Что, скажем, Эгрегор формируется всегда на событиях предшествующего этапа в неявном виде. Я понимаю, да. А где можно мы вернемся к большому взрыву? А когда получится у нас... У нас получится тогда период создания Эгрегора это вот от большого взрыва до сегодняшнего момента. Немножко не так. И будущего у нас нет. Здесь не хрональные дела играют. А играют дела темпоральные и темпоральные... Ну, темпоральные это значит хрональные. Нет, нет, нет. Крональные. Не хрональные. Хрональные — это способ измерения. Я еще не объяснял, что такое иерархия темпоральных систем. Вот у нас есть иерархия пространственная. Матрешечная. Атом, молекула, молекула в клетке, клетка в орган, органы в организме. И у нас есть темпоральные системы. Есть иролитарная темпоральная система, и темпоральный объект — это переход. Просто событие перехода. Из переходов строятся процессы. Из процессов строится деятельность. Я понимаю, переход чем определяется? Это без разницы. Факт. Просто факт перехода наблюдается. То есть в качестве факта процесс — это последовательность перехода. Факт происходит в хрональном времени? В хрональном. То есть в хрональном системе отчета? В данном случае, ну естественно, если мы говорим... Переход. Но переход может быть не в хрональном времени. Переход может быть... Может быть переход без времени вообще. Нет, давайте... Это не существенно. Значит, процесс — это набор переходов. То есть иерархика, вложенность, да? Множество процессов организует деятельность. Действие. 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 Множество действий организует деятельность. Деятельность, множество деятельности порождает творящую систему, которая выдает инновацию. Ну это отдельно. Но здесь... Но только разница в том, что если мы когда говорим о пространственной иерархии, все это нужно в один момент времени. Ну, матрешка. Одна, вторая, третья. А у нас здесь получается так, что хронально, хронально мы берем какой-то промежуток времени, как относительно этого перехода процесс вот так во времени. Может быть такой определен. Хронально шире. Действие еще шире. Деятельность еще шире. То есть у нас получается, что относительно... Для того, чтобы у нас была деятельность, или у нас было действие, оно должно быть реализовано и на будущем, и на прошлом, относительно сегодня. Ну, значит, будущего не соземь, откуда берется будущее. Если у нас хронально... Если у нас хронально... Если мы исключаем хрональность, вот у нас есть, скажем, просто универсум событий. Мы берем вот это количество событий, это количество событий, это количество событий, это количество событий. Но это количество событий только до сегодняшнего момента, или до будущего? Нет, нет, нет. Хрональность никакой. Счетное множество. Счетное математическое множество. Без времени и без пространства. Просто множество. Мы берем в этом множестве такой кусок, такой кусок, включенный, такой кусок. И в зависимости от того, от какого объекта мы будем смотреть, вот как мы только выделили объект, там мы провели хрональную точку. То есть если мы выберем... То есть, в логере, есть физика времени, а есть как бы вот... То есть если мы выберем разумный объект, это объект действия, да, то у него будет, в его хрональность упадут и переходы, и процессы, и действия. И поэтому, когда мы говорим о темпоральной системе, то она из прошлого и будущего относительно хронального уровня, который мы выделим. Нет абсолютного хронального. То есть если мы возьмем относительно самой большой темпоральной системы мира, то там все будет застывшее. Там времени никакого не будет, там все равно будет пространственно. Если мы возьмем относительно элементарного события, элементарного перехода какого-то, то будет все хронально, и ему пространство ничего не будет дано. И поэтому, когда Ванга с этими стыпыми, глазами закрытыми, чего-то там себе делает, то есть она подключается к темпоральной системе, которая захватывает и будущее. То есть Курск, может быть, она не видит, что он затонул. Не видит. Но она видит... Это вывод на основании предыдущего... Нет, 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 нет. Она поднимает возможность законы, по которым развивается. Нет, 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 нет. И на основании этого она может предположить, что будет совсем не так. Она не суперпроцессор. Это не суперпроцессор. Понятное дело, что она этого не делает с точки зрения системы. Она это просто воспринимает. Это вообще не делает. Она воспринимает темпоральный объект, который гораздо шире ее сейчас, ее сейчас, нашего сейчас. Вот скажем, наше сейчас, мы сказали, что мы должны обладать таким вот сейчас, чтобы это все увидеть. Но для электрона, если его вот сюда же, его сейчас будет вот такое, и вот вот это у него будет в будущем и в прошлом, он не увидит вот это все. Так вот, Банкино сейчас, вот такое сейчас. И поэтому оно еще не реализовано. Чем больше ты темпорально расширяешь, тем, конечно, это менее явно, пространственно в чем воплощается. Очень важный эффект бывает. Или так называемых святых, или каких-то еще. Это такие забавные люди, у которых вот их темпоральность, больше их положить в их жизнь. Да. Это вот такие забавные. Поэтому реально можно пойти вот в Переслав Завеский и строить там Никиту Столпника. Нет, это я понимаю. Я могу объяснить просто более-более просто, что человек понял мир, законы развития мира, и может предположить, что он будет через какое-то время. Это совершенно не так. Это совершенно не так. Это стереотип-то высподинали. Да, я понимаю. Да, это стандартный. Ну это, грубо говоря, это проще, чем... Ладно, понятно, мы здесь уже по клубу ходим. Понятно, это система выставляет. Еще человек, кто и хочет... Вопросы про иконы, ты что, расскажи? Нет, про иконы, ладно, мы сегодня об этом говорить не будем. Ну что, значит, на сегодняшнем это дело заканчиваем. А переход, что вы имеете в виду под изначального? Вот первый переход по правилам... Просто переход, элементарно. Что-то от чего-то к чему-то. элементарные события. Ну, атом перескочил... Электрон перескочил на другую орбиту. Пиксель погас, загорелся. То есть без разницы. То есть просто переход. Один переход, это не процесс. А о чем отличие перехода? А процесс, это совокупность переходов. Вот когда есть несколько переходов, это процесс. А, в смысле, если тот же пиксель загорелся, погас, загорелся, пакас, загорелся. То есть процесс обрадает хрональная продолжительность, а переход, хрональность и темпоральность его дожди. Повторимость? Нет? Нет, не важно повторить, просто это то, что элементарно, что можем различить, как, то есть это нулевая темпоральность, переход обладает нулевой темпоральностью. Ну это бит информации. Ну бит, просто бит, да. Он нужно ввести как нулевой элемент, из которого строить процесс. Сигнал, а не сигнал, разница. Из которого строить процесс, а из процесса строить действие, а из действия строить деятельность. А масштабность перехода? Какая разница? Просто какая разница? Ну не принципиально. Не принципиально. Парадигма рациононосительства. Скажем так, о чем бы мы ни говорили, скажем, если мы говорим о химии, то там выделим химический переход какой-то. Если мы говорим о биологии, мы выберем биологический переход. То есть это, он в отличие от, скажем, пространственной иерархии, где вот она такая вот единственная взятая и данная, что вот частица больше и больше, она такая тотальная. А здесь, вот ты можешь выбрать какой-то уровень, да, берешь этот факт и на этот факт начинаешь строить. Строить процессы, из процессов строить действие, из действий строить деятельность. И, то есть, где бы ты ни взял какой-то срез, чью-то действительность, или выделил уровень субъекта, и от этого уровня ты можешь начинать строить архитопарные системы. И тогда получается, что вот причина следственной связи все рушится, потому что именно почему вот происходит вот в процессе эта смена является не причиной, что этот переход является причиной этого перехода, а потому что существует система, скажем, действия, в которую вписан этот процесс, и он уже вписан, и он определяется... Какая-то мантрёжка. Мантрёжка, но во времени. Но в том-то и дело, что это очень сложно понять, что она во времени. И не только как бы из прошлого, а и в будущее. То есть, скажем, когда я вижу, что мяч летит в окно, я зажмуриваюсь, это я вижу в будущем уже. Я детерминирован из будущего, а не прошлого. Ну, это такой вульгарный пример. Ну, хороший. Какой-то счёт, несчёт. Один из... Почему? Почему? Я вижу, когда... Отдельная история... Я не из будущего, я из прошлого в будущее. Наоборот, не из будущего в прошлое, а из... Ну, ладно, это не важно. В будущее пролонгирую. Я предлагаю, что он ударится на меня, а не оттуда, что он ударился, а я тут зажался. Вот, конечно, действия. Эксперименты Козырева, где даже Солнце уже знает. Ну, это, как бы, смену Козырева, Козырева потом. Ну, давайте, значит, тогда завершаем. Нет, я ещё как-то про супер-игры спросил. Давай, на самом деле. Вот игры, говорят, сами тоже организуются в выходе? Да, вполне. А не получается ли так, что, как у Декарта, на самом деле, что, собственно, время там, это и есть бог? Вот, не знаю, хрональный, темпоральный... Нет, это хрональный, взятый просто... Если мы берём абсолютный субъект, то у него, он есть сам всё время, да? Нет, нет, нельзя говорить абсолютный субъект и отличать его от времени. А сама время, вот как оно есть, как оно, нечетыре... Нет, без хронального, то у каждого... Не хрональный, но оно нечто другое, оно просто как одно, огромная темпоральность. Ну, имеется в виду, место у Декарта, где он говорит, что доказательство существования Господа Бога, достаточно обратиться к идее времени. Да, я об этом и говорю, что уже у Декарта какое-то понимание того, что время... Там есть Гёте... Поживый, да, мне произвело упражнение, да. Поживый, что мы больше... Да. Изучаем живой, мы понимаем, что он никак не похож на человеческую систему. То есть он занимался чем, когда он изучал, я хочу изучить цветок, он не препарировал его до клеток и структуру, а он пытался представить себя в голове от зёрнышка до цветка и до гибели, и в нескольких поколениях. То есть вот именно всё это, и тогда он понимал. То есть он называл понять, именно вот представить вот это. Если он не знал, как это назвать, то сейчас бы я сказал уже, да, он хотел себе представить темпоральный объект целиком, а не... И если бы мы хотели... В познании тоже, в классическом познании. Для того, чтобы познать объект, мы должны его препарировать и... А наоборот, если ты хочешь познать объект, ты должен расширить свою темпоральность настолько, чтобы увидеть его место. То есть мистика облетает смысл. Да, мистика облетает смысл. Ну ладно, тогда сегодня закончим, могу об этом говорить. Потому что мы об этом уже обсуждали. В следующий раз, если у нас будет семинар опять по времени, я постараюсь показать, как вот эта концепция времени Александра Балдачёва замечательным образом позволяет объяснить многие вопросы, связанные с эстетикой, с сути поэтикой. Мы поймём, что настоящий лирический герой поэзии является временем. Всё. Спасибо. 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 Спасибо.